всего 200 километров от москвы и нас встречает шикарнейший автобан в тверской области осторожнее не провались в эту еду осторожно еле едем со скоростью 2 километра в час думаем может быть уже шерп снять прицеп и ехать на нем тундру тундру поставить на прицеп это беда товарищи это ужас какой-то вот и дорожный ремонт нет работ справа ямочный сколько нам километров то осталось по такому 12 12 12 километров я здесь когда ехал зимой на 70 и снег через капот что-то что-то побалтывает машину как-то не идеально идет сейчас скорости 5 я понимаю как хорошо было зимой зимой вообще отлично вылезли мороз снегоходы а сейчас дождь помните наше видео шерпы и утки вот снова утки они нас преследуют из кроладского перелетели и снова шерп очень такие ленивые утки вообще никуда не торопятся троллят нас заедет не может не может его многие мы доберемся до вас чуть позже а мы все едем по дороге осталось на 5 километров дорога это имеет циничное ограничение по максимальной скорости 90 километров в час смотри-ка да не наверно не лазит по деревьям грызут видишь он зубами все погрызло такое ощущение как будто стучали стучали такие трухлявые загадку спросим у экспертов эксперты мы у вас спрашиваем ответьте нам пожалуйста на вопрос кто так высоко обкладывает и побоюсь слова тварь более да вот это вот может произвести вот это вот обгладывает кто так высоко вот это вот причем от деревьев мертвые то есть либо дятел либо бобру зачем на мертвое дерево это все-таки птицы какие-то есть среди вас уважаемые зрители юные натуралисты ну или уже не юные стоп угол птицы посмотри прям выдолблено чтобы птицы так обкладывали но бобер представь надо забраться своими лапками до пластом обвиться вокруг дерева и не упасть когда может быть это медведь кого-то может быть олень козы ведь лазит по скалам недостаточно крем в общем либо дятел либо бешеные утки бешеные утки телесная версия друзья скажите нам пожалуйста что какие бешеные утки так себя ведут с деревьями как же достал их дорогу вот в таком составе мы сегодня начинаем нашу движуху у нас два шерпа и прекрасный лесник отличная погода вон та самая дорога по которой мы долго сюда ехали наконец доехали удивительно но мы разгружаемся здесь асфальт наверное это 20 метров асфальта там он уже кончается единственный такой ровный на этом участке начали движение до болота еще не доехали на озеро великого естественно тоже но уже становится интересно помню мы здесь однажды ехали на квадроциклах ехали ехали не проехали это место а здесь нет не пойдем прошли газель не пройдет да газель не пройдет там лесник старается уже использует заднюю передачу нам интересно как учил горогашьян вездеход для того чтобы объехать гиблое место и доехать до цели мы обнижаем зеркала у него чуть-чуть не причесал зеркало а лесник вылез с помощью лебедки посмотрим как шерпа сейчас я так думаю мне надо бензин с вами не брать вы меня будь по болото таскать контент хороший да продажи замечательные и мне бензин меньше правильно хорошая идея ну дальше пойдет легче смотрим на шерпа как он проедет придется ли доставать лебедки или нет или бензопилу или лапки пока не очень пока не очень пока не очень пока не очень Продолжение следует... 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 Куртка огонь, ни для болота, ни по бабам, ни трос подать. Я шутил, говорю, вот Игорь и не видим. Как с камуфляжным квадриком. Пошел посрать, не можешь найти. Ну, бросай, что-то разница уже. Ну, ты подбирай максимально. Почти не испачкали. Хороший трос, отлетает от него грязь. Пока новый. Почти не испачкали. У нас так держится, все нормально. Зацепили за деревом. Я дурак. Решетка, она открылась. Может, я дурак. Да не, может, удачно стал. Бывает такое. Иногда просто не могу закрыть, стою и дубашу. Но с деревом это эффектно придумал. Да, да, было красиво. Да, ну, ничего себе, трамплинчик. Посмотрел, как поцарапался. Это забор. Это старое. Это когда мы проводим обучение на клиентских машинах. Обучили сразу. Чтобы потом не царапать, а царапали сразу. В заборы, скорее, еще пробовали. Красиво. Лесник атакует сосну. Красную отложку. Да. Лесник. Да, такая ловушка. Колесик не может стойко быстро. Потому что система подкачивает. Стойко может. Надо у него попасть. Ну, прошел, по-моему. Нет. Да. Да, да. Пахнет резервы. Посмотрим, как шерп. А Игорь домой управляет. Двадцать часов. То есть, мы, наверное, можем сказать, что он не обладает достаточно. Нет. В любом случае. Все это будет. Вот. Все это будет. Вот. Это прикрыл. Вот. Все это было. Все это было. Там не отняли. Да, я не хочу. Легко и непринужденно с первого раза шеф проехал это место ювелирное. В нашем небольшом путешествии мы конечно не смогли проехать мимо самолета тем более наш маршрут пролегал мимо завернули скоро 9 мая есть есть время и хорошее место почтить память павших великой отечественной заодно перекусим и поедем едем мы хорошо вот правда у лесника что-то запах бензина какой-то говорят что там капает не знаю сейчас будем разбираться но шерпа идут без проблем не никто не застревал все нормально бензин это плохо будем искать что сейчас что из него капает конечно это как раз один из двух сам самых старых это был вообще это т.б. третий д.б. третий вот и еще один лежит но неизвестный как вот не все едут а в прошлом году мы еще смотрим еще один надо были там металлолом один там еще про него никто не знает мы сейчас будем поднимать мы кстати собираемся скоро ехать с юрой они нашли еще один самолет здесь на болоте на этом наушенском ху он находится он лежит в 5 метров на глубине 5 метров собираемся поехать и поднимать на сегодня наши путешествия закончились доехали до места где будем ночевать знаменитые знаменитые озеро песчаная песочная песочная навес красота укрытие непогода как раз сейчас не погода и нам нужно укрытие мангальчик учитесь забивать гвозди бутылками учитесь говорю забивать гвозди бутылками да и береговая сауна пожалуйста да можно можно потопить и можно влечь да вообще тушки молодцы кто-то незаменимый гринка куда же без него мне вот после этого похода это антон подарил вообще шикарно это любой бутылкой можно или только из-под белоги нет только из-под белоги понятно молотка то у нас нет красивейший закат на песчаном на песочном посмотрите какая радуга яркая прям ярче и ярче становится на глазах соседний берег весь светит а солнце вон там не видно не надо ну а мы обустраиваемся потихоньку вот у нас уже костер скоро сауна будет готова звони не звони да не привезу мы подготовились ко сну это было непросто у нас тоже спальное место но она придумана нами и внедрено так как у нас стоят лавки и с лавками нет такой опции как спальное место но мы все равно сделали потому что спать очень хочется но спальные места у нас разные вот это справа спальное место генерального директора слева коммерческого видите кто кто как работает тот так и спит правильно сказал не знаю он говорит что этот матрас самонадувающийся должен как-то взлететь но вряд ли мне кажется он раздуется до размера этого матрас один из шерпов оборудовано спальным местом вот сейчас игорь первый раз попытается без инструкции без мануала читает читают инструкцию только слабаки попытается первый раз собрать это спальное место две половинки крепится к бортам соответственно слева и справа пока что какой-то хаос нет а уже все половина кровать собраны то есть что получается без не читая инструкцию сборка спального места задела не больше минуты достаточно большая кровать получается здесь можно много человек уложить троих минимум без напряжа с матрасик справа я думаю там женщина лежит надувная? да по форте промахнулся не то взял слышишь шикарный матрас а ты запихни чехол под низ чтобы он тебе не мешался а чё я по серии не лягу и всё ну как хочешь под низ под кровать имею ввиду туда его забросить ну чё он тебе будет у тебя все так красиво сейчас будет чехол мешаться вон тут кроме чехла и подушечка вон справа я смотрю в красный подушечка есть как же любимая супруга подогнала подушечку фирменную вот как то так отлично отлично в общем второй раз я думаю ты эти заранее отстегнешь карабинчики да всё займёт пару минут не более будет намного проще да отлично с подушечкой ох красота разбирается эта подушечка ну и спальничек новенький ни разу не одеванный ну всё сейчас уже я чувствую пойдут интимные подробности термобельё сейчас пойдёт ещё не вечер да вот так вот друзья спальное место устанавливается и вот утром мы спросим как спалось и обращайтесь кому нужно такой же уже можно дооснастить ваш вездеход либо при заказе нового установить спальное место так на этом и заканчиваем наш репортаж всем спокойной ночи хорошего сна спасибо 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 Продолжение следует...